Здравствуйте! Вы на канале ИТОН ТВ и смотрите программу Человека Закона. В студии Александр Гурарье и адвокат Алекс Шмерлинг. Здравствуйте, Алекс. Сегодня речь у нас пойдет о финансовой стороне ситуации, когда человек по каким-то либо обстоятельствам нуждается в постоянном уходе, не может сам себя обслуживать и для этого нужны деньги, для этого нужно много денег. Из каких источников можно получить эти деньги, из каких источников финансируется уход за такими людьми? На самом деле таких возможных источников два. Первый это служба социального страхования, об этом мы с вами поговорим в другой раз. Сегодня я бы хотел сконцентрироваться на пособиях и на возмещение, на компенсациях расходов, связанных с посторонним уходом, из источников, связанных с личным страхованием. На сегодняшний день, при всем при том, что большинство из нас с вами, может быть, даже и не делали специальных страховых полисов по данному поводу, тем не менее, те полисы, которые у нас с вами есть в рамках больничных касс, на сегодняшний день, как правило, включают в себя и статью, связанную с пособием с возмещением расходов. Вы говорите про дополнительную страховку в рамках больничных касс. Дополнительные страховки, не чистая базовая страховка, нестандартная, а дополнительные, дополнительные, как они называются, эти пакеты страховыми в рамках больничных касс Как правило, включают в себя возмещение расходов, связанных с посторонним уходом, и я рекомендую всем проверить свои пакеты страхования в больничных кассах и не пожалеть, как правило, это связано с весьма и весьма незначительными расходами. В этом случае больничные кассы не проверяют ни состояние здоровья, ни человека, того, кто просит сделать себе такого рода страхование, поскольку это распространено на очень большое количество людей, за очень небольшие деньги рекомендую всем воспользоваться этой возможностью и в рамках того, что есть в страховании в больничных кассах, как минимум там сделать вот такое страхование на возмещение расходов в связи с посторонним уходом. То есть, нет, понятно, что кроме того, есть еще и есть, можно сделать индивидуальное страхование в рамках страхования здоровья, если у кого-то есть такого рода полисы, проверьте их, и весьма рекомендуется включить в них и вот этот вот пункт о компенсации, о возмещении расходов по постороннему уходу. А как определяется вот процент, по каким критериям определяется процент, по которому человек нуждается в таком уходе, там 50%, 100%? Здесь нет процентов. Нуждается человек в постороннем уходе или нет, как определяется по достаточно жестким критериям. Во-первых, человек должен быть не в состоянии выполнять половину из следующих элементарных действий. Это встать, лечь, одеться, раздеться, искупаться, принять душ, ванну, принимать пищу, пить и есть, владеть функциями выделения и передвигаться в пространстве. Если человек ограничен, существенно ограничен, в исполнении хотя бы половины из этого списка, то он в этом случае признается человеком, нуждающимся в постороннем уходе. Плюс сюда следует добавить такую важную деталь, как способность человека ментально ориентироваться во времени и пространстве и, так сказать, понимать, что с ним происходит. Например, такие заболевания, как деменция, альцгеймер и сопутствующие им явления, душевные заболевания, я имею в виду психические заболевания, вполне могут привести к тому, что человек будет нуждаться в постороннем уходе, либо в постоянном наблюдении. Так сказать, это критерия. Этот список, он закрытый? Да, это исчерпывающий перечень. Именно по этим критериям устанавливается потребность человека в постороннем уходе. Вот он, я вам его дал, этот список. Этот список является основополагающим и исчерпывающим списком. И в случае, если человек, пострадавший или больной, нуждается, так сказать, не в состоянии, отвечает этим критериям, то он признается нуждающимся в постороннем уходе. А кто это определяет? Как это признается? Какая-то комиссия? Как это проверяется? Когда мы с вами ведем речь о страховой компании, а мы с вами в данном случае ведем речь именно об этом источнике для установления компенсаций, этот факт, так сказать, устанавливается специальной комиссией. Как правило, к такого рода больному посылается на дом работник компании, который проверяет на месте его способность выполнять вот эти действия. И на этом основании компания принимает решение. Важнейшая деталь. И в этом случае, как во многих других случаях, в высшей степени важно, чтобы, иногда бывает чрезвычайно важным, чтобы человек вооружился экспертным заключением врачей-специалистов, а также, возможно, проконсультировался предварительно с адвокатом, для того, чтобы не попасть, что называется, в просаг и, так сказать, избежать возможных рисков. То есть, правильно я вас понимаю, перед тем, как он предстанет перед этой комиссией, или там к нему будут на дом посланы специальные работники, которые определяют степень вот этой инвалидности, то имеет смысл заручиться экспертным заключением какой-то врачебной компании, врачей-специалистов, для того, чтобы они как бы уже заранее сориентировали, что этот человек обладает теми-то и теми-то заболеваниями. — Далеко, понятно, что подобного рода рекомендации, она имеет место не всегда, когда речь идет, предположим, о человеке, который, не знаю, там, инвалиде, лишившемся ног, рук, или перенесшем... — Ну понятно, там все ясно и понятно. — Тем не менее, бывают такие пограничные случаи, особенно, когда речь идет о ментальных, об ограниченности ментальных способностей человека, например, как я уже говорил, деменции, либо Альцгеймера, когда это состояние не является постоянным. — Ну то есть это трудно определить, вот пришла медсестра домой, а человек в порядке, да, у него сейчас просветление. — У него сейчас просветление, совершенно верно. А вместе с тем бывают случаи, когда именно в таких пограничных случаях, либо в случаях, когда ограниченность способностей больного не является очевидной и, безусловно, понятной, и само собой разумеющимся выводом из того, что мы наблюдаем, в этих случаях весьма и весьма рекомендуется вооружиться и обзавестись соответствующим экспертным заключением. — О каких суммах идет речь? Ну, приблизительно хотя бы. — В разных полисах по-разному. Как правило, эти суммы колеблются от 3,5 до 5 тысяч шекелей в месяц для людей, которые находятся дома. В случае, когда речь идет о людях, которые помещаются, находятся в тех или иных специальных учреждениях по уходу, сумма, как правило, движется, значительно возрастает, достигая 9-10 тысяч шекелей. Ну и срок выплаты этих сумм обычно устанавливается. — То есть это сумма в месяц? — Это сумма ежемесячная. Устанавливается в 5-6 лет, так что в конечном итоге речь идет об весьма и весьма крупных суммах денег. — Ну и как, что вы посоветуете, что предпринять, чтобы не попасть в просаг и получить то, что положено? — Как всегда, дуэт, который может вас поддержать в этой ситуации, это адвокат и врач. Именно получение надлежащей квалифицированной помощи от специалистов этих двух профилей, он вполне может оказаться... — То есть врач, в смысле, экспертная оценка? — Экспертная оценка и консультация в течение всего процесса. Прежде чем начинать, следует посоветоваться с этими двумя специалистами и дальше уже в соответствии с их рекомендацией действовать. — Спасибо. Вы были на канале ИТОН ТВ, передача «Человек и закон». Александр Шмеллинг, адвокат, рассказал нам, как не попасть в просаг и получить то, что вам причитается. Всего доброго, до свидания. Субтитры делал DimaTorzok